Рассвет в Спрюс-Харбор был как на картинке, мягкий утренний свет солнца освещал причал, а вокруг была радостная суматоха. Туристы, собравшиеся уходить в море, были в предвкушении, семьи, студенты, молодожены и даже пожилой одинокий путешественник, все они ждали встречи с китами. У причала стояло красивое судно, готовое отвезти их навстречу настоящим приключениям. Капитан Блайт, опытный и уважаемый моряк, проверял все до мелочей, желая убедиться, что все готово к отплытию. Он был известен своей добротой и заботой о команде, за что его все уважительно называли седым джентльменом. Туристы были очень взволнованы. Все они надеялись увидеть в море огромных и величественных китов. Для каждого из них это было похоже на начало большого приключения. Через полчаса после отплытия, все пассажиры на борту лодки с нетерпением ждали первой встречи с китами. Наконец их терпение было вознаграждено, они заметили огромную тень под водой, которая вскоре превратилась в массивное тело кита, величественно взмывающего из воды. Туристы затаили дыхание, наблюдая, как этот гигант океана показывает свою мощь и грацию, выпрыгивая из воды и создавая вокруг себя впечатляющий столб-брызг. Затем лодка осторожно подплыла поближе, чтобы пассажиры могли лучше рассмотреть кита. Все были в восторге, щелкали фотоаппаратами, дети весело указывали на него пальцами, и каждый на борту был очарован этим великолепным зрелищем. Казалось, что это был идеальный день для наблюдения за китами, и все на борту чувствовали себя счастливыми и удивленными от увиденного. Но они даже не подозревали, что самые главные события еще впереди. Вскоре один из китов, большая самка, начала вести себя очень необычно. Она подплыла прямо к лодке, настолько близко, что пассажиры смогли разглядеть каждую деталь ее огромного тела. Вдруг она вынырнула из воды так близко, что даже показала свою гигантскую пасть. Это было так внезапно и необычно, что люди на борту в один момент закричали от неожиданности и испуга. Кит поднялся на поверхность, словно огромная глыба, и в этот момент пассажиры увидели в его пасти что-то блестящее и необычное. Это было настолько странно, что все перестали кричать и замерли в недоумении, пытаясь понять, что же это было. В ротовой полости кита находился крупный, металлический предмет, который ярко контрастировал с остальной его темной пастью. Этот необычный предмет занимал мысли туристов, в то время как они продолжали наблюдать за китом, который мирно плыл рядом с лодкой. После удивительного открытия, все люди на лодке начали активно обсуждать увиденное. Туристы строили бесконечные гипотезы и догадки, что же такого необычного мог проглотить кит. В это время капитан уже собирался вернуться обратно в порт, поскольку погода постепенно начинала ухудшаться и вот-вот должен был начаться дождь. Однако перед тем, как лодка повернула к берегу, произошел неожиданный поворот, маленький мальчик по имени Дэнни смело выхватил загадочный предмет прямо из пасти кита. Этот детский поступок был полон отчаянной смелости и неожиданности, так что никто не успел остановить Дэнни. После того, как кит уплыл, туристы на борту лодки были полны решимости выяснить, что все-таки находилось в его пасти. Этот странный, блестящий объект не давал пассажирам покоя. Они обсуждали разные теории, может быть это был обыкновенный мусор или какое-то загадочное подводное существо. Дэнни согласился отдать капитану найденный предмет, который выглядел очень красивым, но потускневшим от времени, словно он провел под водой не один десяток лет. Капитан Блайт и все пассажиры были удивлены и взволнованы, ведь никто не мог понять, как такое сокровище оказалось в море и, тем более, в пасти кита. Вернувшись на берег, капитан сразу начал искать информацию о загадочном объекте. В конце концов, после долгих поисков в интернете и разговоров со своими знакомыми экспертами, капитан нашел сведения, указывающие на то, что найденный предмет мог быть частью большого затонувшего сокровища, потерянного где-то в этих водах много лет назад. Затем капитан Блайт наконец наткнулся на статью, которая подробно рассказывала о сокровище, украденном пиратами много лет назад. Взволнованный и заинтригованный, капитан связался с автором статьи, историком по имени доктор Агнес Уолтерс, которая была экспертом в области исторических ценностей. Капитан рассказал ей по телефону о своей находке, и Агнес попросила показать ей артефакт. Когда они встретились, доктор Уолтерс подтвердила, что предмет действительно является частью легендарного пиратского сокровища. Это открытие вызвало огромное волнение, ведь оно могло стать началом разгадки большой тайны прошлого. Восхищенные открытием и возможностью найти основную часть сокровищ, капитан Блайт и его команда, включая доктора Уолтерс, начали готовиться к новой морской экспедиции. Они собрали группу опытных дайверов, каждый из которых обладал особыми навыками и большим опытом, необходимыми для поисков под водой. Используя старые карты и знания, полученные от доктора Уолтерс, они спланировали свое погружение в ту часть океана, где впервые был обнаружен загадочный артефакт. Команда отправилась в море, полная надежд открыть что-то новое и очень значимое. Когда они достигли нужного места, кит неожиданно появился снова, словно он ждал их здесь все это время. После его появления, дайверы погрузились в воду, следуя за китом, который словно пытался указать людям путь. Через несколько часов утомительных поисков под водой, дайверы обнаружили старый затонувший корабль, а рядом с ним, большой деревянный сундук. Возбуждение нарастало с каждой секундой, когда они аккуратно подняли сундук на поверхность и вскрыли его, обнаружив внутри золотые монеты, украшения и драгоценности. Это открытие было ошеломляющим, они нашли настоящее пиратское сокровище, которое когда-то было утрачено в глубинах океана. Вся команда была поражена находкой, ведь это было нечто большее, чем обычный клад, они открыли часть истории, затерянную в глубинах моря. После того, как сокровище было поднято на борт, команда, включая капитана Блайта и доктора Уолтерс, внимательно изучила каждый предмет. Они осознавали, что это была важная часть культурного наследия и думали, что делать с ним дальше. После того, как сокровище было извлечено из океана и тщательно изучено экспертами, его общая стоимость была оценена почти в 100 миллионов долларов. Весь городок Спрюс-Харбор был буквально шокирован этой невероятной находкой и новость о ней быстро распространилась по всему миру. Люди были поражены историей о том, как обычная морская экскурсия по наблюдению за китами привела к открытию настоящего пиратского сокровища. Капитан Блайт и его команда в итоге решили, что такое важное открытие должно быть доступно для общественности, чтобы люди могли узнать об этой уникальной части истории. Они передали сокровище в Национальный музей, где его теперь могут видеть все желающие. В знак благодарности правительство щедро вознаградило их, что позволило команде продолжить свои исследования и охранять морские глубины, где было найдено пиратское сокровище. Так закончилось это невероятное приключение, превратившееся в значимое историческое открытие и вдохновившее многих людей на новые поиски и исследования морей и океанов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok